Ситуация на севере Сирии меняется стремительно и, откровенно говоря, предсказуемо. После того, как Трамп высказал свою гениальную мысль, связанную с классическим китком курдов «союзников на хлеб не намажешь» и фактически дал добро на турецкую антикурдскую операцию, ситуация стала необратимой. Собственно говоря, осуждать любую из сторон, даже Штаты, а тем более Турцию, нет никакого смысла, и вот почему. США имеют очень давнюю традицию изоляционизма. Их трансформация происходила в несколько этапов и всегда под давлением каких-то мощных обстоятельств. Не будь их, США и до сих пор жили бы в этой парадигме. Глобальной сверхдержавой они стали скорее вопреки своему стартовому состоянию, обусловленную своим географическим положением. Сейчас эти врожденные качества просто стали отчетливо заметными просто потому, что там избрали президента, феноменально невежественного, по части владения основами международных отношений. Это все равно, как в школе говорили, как слышит, так и пишет. Самое удивительное в этом персонаже то, что он действительно строчит в Твиттер свои мысли. То, что всегда было тайной за семью печатями, теперь выставлено наружу в виде политического и дипломатического эксгибиционизма. Так что резкая смена настроений Трампа по поводу своих союзников неудивительно. Он может и не такое отмочить. Да, это подрывает авторитет США как сверхдержавы, но базовый слой изоляционизма дает возможность американцам смотреть на это другими глазами. Турцию тоже нет смысла осуждать. Тем более, что в самый тяжелый момент она была скорее на нашей стороне, чем на стороне противника. А кроме того, сепаратистские движения боевого крыла курдской рабочей партии долго и нудно настраивали Турцию против себя до такой степени, что о компромиссах нельзя вести и речи. Кроме того, не стоит забывать еще один важный и бесспорный момент. Прямо сейчас, как и всегда, на территории Турции живут миллионы курдов и, в общем, живут нормально, никто их там особенно не притесняет. Поэтому, когда сегодня пишут о том, что турецкие войска устроили в Сирии геноцид курдов, то возникает один простой вопрос, а почему же они не устроили геноцид курдов у себя на своей территории? Наверняка, это можно было бы сделать и легче и эффективнее. Но нет, в самой Турции ничего подобного не происходит. Странный какой-то геноцид, не правда ли? Тем не менее, сама операция, которую проводит Турция, дает неоднозначное впечатление. Речь даже не о жертвах, которые неизбежны в боевой операции, а в самой концепции. Я почитал заявление президента Турции Эрдогана о том, зачем предпринимается эта операция. С его слов, он хочет сломить ядро боевой курдской организации. Хорошо, но для достижения этой цели ему нужно провести широкомасштабную операцию на чужой, сирийской территории и закрепиться в 30 километрах от своей границы, создав буферную зону. Но если курды отступят дальше 30 километров, на 50 или 100 вглубь Сирии, что тогда? Чем дальше от своей границы, тем длиннее плечо логистики, а кроме того, в этом случае будут возникать трения с асадовскими силами и его союзниками. А если не выходить за 30 километров, то тогда никакой эффективной борьбы с курдскими формированиями не получится. Они просто станут активно маневрировать, выходя из зоны и снова заходя в нее. Кроме того, может кто-то забыл, но до союзнических отношений со штатами курды налаживали ровно такие же отношения с Москвой, и та даже дала добро на открытие почетного консульства Курдистана на своей территории. Так что тут возникает еще один вопрос о китке союзника. Союзник тоже непростой. Но вот пошли сообщения о том, что курды снова возобновили отношения с Москвой, и сейчас без проблем пропускают войска асадовской коалиции по контролируемой ими территории. А это может физически поставить под вопрос продвижение турецких войск, ведь они-то планировали теснить и уничтожать курдов, а перед ними уже появляются асадовцы и их союзники. Это значит, что дальнейшее продвижение вызовет необходимость противостояния с россиянами и в первую очередь иранцами. А это уже совсем другая война. Кроме того, Эрдоган долго уговаривал Трампа оставить курдов, и тот в конце концов так и сделал. Но пока курды были под штатами, они гарантированно не предпринимали враждебных акций против Турции. Американцы это бы жестко пресекли. А теперь представим, что курды объединятся с асадовской коалицией. Практически у каждого члена коалиции есть собственный счет с Турцией, и, взяв под крыло курдов, они вполне могут их руками сделать много неприятностей северному соседу. Может оказаться, что Эрдоган влез в улей за медом, но совсем забыл о пчелах, и, похоже, он их уже вспугнул и разозлил. В итоге то, с чем Эрдоган хотел покончить, начиная эту операцию, теперь только начинается. Посмотрим, конечно, но пока это решение Эрдогана кажется самой крупной ошибкой, которую он принес даже не себе, а своей стране. Ведь штаты уже ввели первые санкции против Турции, хоть пока они и незначительны и в основном касаются торговли. Но Анкаре именно такие санкции не страшны, поскольку прямой товарооборот США и Турции совсем небольшой и в 10 раз меньше его с ЕС. Американские обозреватели отмечают, что наиболее действенные их санкции должны касаться банковского сектора, где Турция действительно имеет жизненные интересы. А кроме того, никто не снимает с повестки дня и резко негативную реакцию Европы. Там уже давно ходят разговоры о том, что ЕС превратилась в общество красивых импотентов, которые не могут проявить твердость уже ни в чем. Но вот военная операция Турции может стать тем событием, которое продемонстрирует решимость Евросоюза, и Брюссель наконец продемонстрирует свою жесткость. В этом случае экономика Турции может существенно пострадать, и если такое произойдет, то это будет плата даже не за какое-то конкретное достижение, а просто за решение. Ведь, насколько можно понять, курды легко вступят в ситуативный союз с кем угодно, лишь бы противостоять основной опасности для себя. А таковой сейчас является Турция. И что может получиться в итоге? А может получиться еще более враждебный пояс вдоль южной границы Турции? При правильной расстановке акцентов сейчас Москва сможет создать Анкаре проблемы намного более существенные, чем она их пыталась сделать в 2015 году. Тем более, все теперь можно сделать чужими руками, как это прекрасно умеет делать Кремль. Курдам могут просто отдать под контроль северную границу Сирии и снабжать их оружием. И эта война может стать бесконечной и хорошо регулируемой по интенсивности. Если учесть все эти моменты и задать вопрос о том, нужно ли все это Турции, то ответ может оказаться прямо противоположным тому, как примерно на него ответил Эрдоган. Впрочем, события развиваются быстро, и что из этого получится, увидим очень скоро. Субтитры создавал DimaTorzok